всем привет во вторник и среду нам предстоит увидеть матчи кубка россии мальчик реформирована кубка россии блять кто там занимался реформами этого кубка я не знаю ладно но об этом не будем говорить вот в общем во вторник играет спартак в среду играет синий спартак играет дома с крыльями советов да и что может сказать об этом матче ребят спартак всеми мыслями уже сейчас и на матч из колен советов конечно же будет на матче зенита который состоит 4 сентября все спартак 7 мыслями уже на матче день как и зенит будет всеми мыслями на матче спартака вот эти все на кубковый матч который пройдет и спартак и зенит они ну слушайте для них как такая тренировочка тренировочка потому что эти матчи на кубок это матчей на вылет это матч в группе там можно все исправить еще 20 раз а вот поэтому как сейчас будет играть спартак с крыльями советов я думаю они будут играть большой большой с большим задержка и до задержка задержка и психологии задержкой и мысли задержкой и поберечь ноги и прочее прочее о поэтому поэтому я думаю спартак спартак не ставит задачу я обязательно выиграть этот матч кровь из носа вот это вот один момент второй момент по сути и по сути до крылья совета является фан клубом московского спартака потому что всех игроков крылья отдают спартак мы все прекрасно знают абсолютно там он просто вот идет такая прямая дорога всех более-менее там без пяти игроков крылья отдает спартак мы все это знаем мы все это знаем и что там нигде не говорили с этом в крыльях то но очень большой достоверностью может сказать что ли совета фармкук спартака вот еще такой момент если кто там сомневается в этом фарма клубе спартака вы можете посмотреть статистику последних матчей крыльев против спартака там все семь подряд побед спартака всем подряд побед спартака это по укрыли только там в 15 мальчик такой один раз то есть 2016 года карта матч побеждает спартак чтобы знать вот когда нужно там просто крылья там раздвигают ножки это когда возьмите на три очка вам это будет полезен вот поэтому по сути спартак играет со своим фармку что скажет спартак то крылья сделать вот в общем то вот так но сейчас то никому эти три очка не нужны сейчас это матч на кубок который непонятно каком формате до 0 он понятен да но я думаю там не будет приказа со стороны руководства спартака обязательно там крылья проигрывать там скорее всего сыграют такой обычный футбол то выиграет потому что это кубок по сути тренировочный матч может он будет состоять задача не сильно бить по ногам да потому что у спартака впереди матч зенита скорее всего так давайте проведем такой тренировочный матч и все на этом закончим поэтому такие расклады я никому не советую ставить деньги на этот матч ни в коем случае ну вы ребята чем там непонятные вообще целью этого матча спартак будет всеми мыслями матчи зенитом да и в каком как они договорятся сыграть с крыльями абсолютно непонятно у меня на этот матч будет очень простой прогноз это победа крылья советов фору плюс один процент 1 80 вот я и я думаю пора об этом крыльям зацепить ничейку и сказать ну вот видите на восьмой матч подряд крылья отобрали очки у спартака это один момент второй момент а то что возможно что спартак не выпустит на поле несколько основных игроков чтобы им дать отдохнуть перед матчем зенит мочили зенитом будет там спустя там четыре дня или три дня ну вот и и поэтому возможно что у спартака не будет нет к основных игроков и это будет абсолютно нормально вот это второй момент третий момент что крылья принципе не проигрывать никому там больше одного мяча в этом сезоне вот и плюс один фора ну я очень сомневаюсь что такой спартак должен казнить фарм клуб с разница в два или в три мяча зачем вот и такой момент а еще вот я хочу такое закинуть такой говнище на вентилятор а помните блять зарема истерила по матчу за суперкубок когда зенит трахнула спартак и за месяцами зарема истерила что у игроков спартака было неделю бейджи для подготовки к матчу это пиздец это такой пиздец ой как страшно вот так вот сейчас у зенита будет на день меньше подготовки к матчу на день и это очень серьезно одинишь и но но никто у зенита не истерить не устраивать газпромлика газпромлика вот просто я вам привел пример короче парни я поставил на или не поставил мой прогноз я ничего ставить не будут я не ебанутый блять на такие мальчик кубковые ставят который сейчас нахуй никому не нужны совершенно потому что мальчик группах будет и даже не матч на вылить это просто мальчик групп которых может все исправить в группе там в этой группе находится зенита спартак факел крылья советов да искали все зенитовые спартак выйдут дальше из группы да причем встретить если человек если команд занимает третье место на все равно через какой там путь регионов может все равно выйти в финал вот поэтому принципе то матчи такие тренировочные особенно первые матчи и особенно перед матчем зенита спартак там морских пол ноги скорее всего будет играть тренировочном режиме вот фор плюс один на крылья ну попробуй вот так у меня прогноз на этот матч смотри мать и надеемся крылья зацепить ничей или даже выиграет у спартака всем пока